Здравствуйте! Сегодня 12 мая и вы смотрите ежедневный обзор рынка от MaxiForex. После коррекционного отката от минимума в понедельник пара EURUSD стабилизировалась на вчерашних торгах в Азии, оставаясь при этом в узком диапазоне цен 1.4367-1.4423. Настрой в рядах быков по евро несколько улучшился, получив информацию о росте инфляции в крупнейшей экономике еврозоны Германии, что значительно повышает вероятность проведения европейским банком цикла ужесточения монетарной политики в регионе. Однако попытки прорвать диапазон и продолжить подъем евро к успеху не привели, а отсутствие прогресса в восходящем движении разочаровало быков. К тому же ухудшение ситуации в Греции и Португалии, а также затягивание процесса предоставления дополнительной помощи этим странам усилили беспокойство инвесторов, которые начали сворачивать ранее открытые ими сделки на покупку валюты. Публикация в ходе торгов индексов Уолл-стрита, продемонстрировавших существенное снижение, а также падение сырьевых цен, спровоцировали резкое укрепление доллара и обвальное снижение единой европейской валюты. Курс пары евро-доллар от азиатских максимумов на 1,4423 на этом фоне опустился до уровня 1,4172, завершив американскую сессию вблизи нового трехнедельного минимума. На сегодняшних торгах предполагаем подъем пары в коррекции к предыдущему снижению, ценовую зону 1,4230-1,4263, а затем возобновление снижения к целевым уровням 1,4154-1,4052-1,4021 и ниже в направлении к 1,3918. Пара фунт-доллар провела всю азиатскую сессию среды, торгуясь в узком боковом диапазоне 1,6344-1,6381. Публикация квартального отчета банка по инфляции, который продемонстрировал рост инфляционного давления в стране, причем и в перспективах ближайшего будущего тоже, вызвала резкий подъем курса британской валюты. Опасения банка по поводу того, что инфляция в текущем году может составить 5%, были восприняты участниками рынка как неминуемое повышение процентных ставок еще до конца этого года. На этом фоне британский фунт совершил ралли, поднявшись от минимального уровня в Азии 1,6344 до максимальной отметки 1,6516. Однако удержаться здесь не сумел, отреагировав на резкое укрепление доллара, падение сырьевых цен и фондовых индексов, обратным ралли, также стремительно вернувшись к своим предыдущим минимумам. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем умеренный подъем пары фунт-доллар в коррекции к вчерашнему снижению, а затем возобновление снижения к целевым уровням 1,63, 1,6270, 1,6225 и 1,6168. В экономической статистике четверга Япония опубликует данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны, а также объему капитала, инвестированного за рубеж, объем заказов на оборудование, изменение объема банковского кредитования, объем денежных средств в обращении, индикатор текущей экономической ситуации и экономических перспектив. В Китае выйдут данные по объему денежных средств в обращении. Евросоюз представит динамику объема промышленного производства в еврозоне, ежемесячный отчет Европейского центрального банка, а также месячный индекс потребительских цен во Франции. В Великобритании будут опубликованы изменения объема промышленного производства за март и объема ВВП с начала года от Национального института экономических исследований. А в статистике США выйдут данные по изменению объема розничной торговли за апрель месяц, индекс цен производителей, количество первичных и повторных обращений за пособиями по безработице, объем запасов на коммерческих складах и объем запасов природного газа. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.